С инициативой проведения в Новороссийске круглого стола с участием представителей региональной исполнительной власти, этнических объединений, силовых структур выступило руководство Краевого Центра Национальной Культур. И это не случайно. Мы приехали не просто так в город Новороссийск. Этот город, наверное, сегодня один из первых тех, кто благополучно, профессионально реализует стратегию государственной национальной политики Российской Федерации. В нашем городе выделены лидеры среди общественных национальных обществ. Их 13. Шесть из них имеют статус юридического лица. Более 20 лет назад дорегистрировалось в Министерство юстиции у нас греческое общество. Сегодня активную работу ведут у нас и остальные общества. Также хотел сказать, что впервые в этом году во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» была включена номинация укрепления межнационального мира и согласия. Новороссийск активно принял в этом участие. И на региональном этапе мы заняли первое место. И я вообще хотел поблагодарить всех коллег, которые активно принимали в этом участие. И действительно, захоженно мы представили город в этом конкурсе. У каждого сидящего за этим столом есть что рассказать и чем поделиться в вопросе социокультурной адаптации и интеграции мигрантов. Но сначала представители силовых структур делятся своими результатами работы. По словам заместителя начальника управления региональной безопасности администрации Краснодарского края Олега Суворова, за 9 месяцев этого года уже составлено почти 13 тысяч административных протоколов о нарушении законодательства в данной сфере. Причем около 4 тысяч из них на юридических и должностных лиц. Проводятся постоянно проверочные мероприятия. И для работодателей, и для должностных лиц, проще как бы, в установленном порядке сейчас возможности через миграционные центры оформить тех лиц, которые прибывают на территорию края, скажем, для выполнения определенных проблем. В этой части, скажем, приняты совместно с правоохранительными органами большие возможности для того, чтобы в кратчайшие сроки получить патенты, получить все необходимые свидетельства. Но имеются как бы допущения. В отношении должностных лиц у нас уже составлено 3 тысячи 800 протоколов. Узбеки, таджики, армяне, согласно озвученным в ходе совещания цифрам, граждане именно этих стран чаще всего приезжают на Кубань на заработки. Для того, чтобы слово «мигрант» перестало носить негативное значение, наряду с правоохранительными органами и представителями национальных обществ, огромную работу проводят и представители исполнительной власти. С 2016 года наш регион стал участником государственной программы «Добровольное переселение соотечественников в Краснодарском крае». До 2021 года в ее рамках будет принято 3 тысячи переселенцев, то есть по 500 человек в год. Приоритеты в статусе участника даются высококвалифицированным кадрам, педагогам и врачам, изъявившим желание работать в сельской местности. Это позволит им ускоренно получить российское гражданство. Мы обменялись опытом и наболевшие вопросы решали. Мы с представителями власти все друг друга выслушали и будем улучшать условия для приезжающих к нам, мигрантов, для устройства на работу, чтобы нарушение закона не было, соблюдали российские законы. Юлия Савковская, Денис Ротарь, Новая Россия.